Открываем рубрику «ИСТФАК» – исторические, наиболее часто задаваемые вопросы, и сегодня мы поговорим о том, что такое феодализм. Очень часто можно услышать этот вопрос, и очень часто можно услышать дискуссии, например, был ли феодализм в Китае, существовал ли он в Индии, Турции, на Руси, ну, с Европой вроде бы понятно, там феодализм был. Слово «феодализм» появилось как правовое обозначение в 17-м столетии, и происходит оно от латинского слова «феодум», что означает «условное наследственное держание земли». И в этом смысл этого исходного термина, потому что феодализм – это такая правовая система, где каждый нижестоящий член феодального общества получает в условное держание на дел земли, или реже некую прибыльную должность. Доходами из которых он пользуется, чтобы исполнять государственную службу. Чаще всего военную, но необязательно. Это могла быть административная, чиновничья или военная функция. То есть, пока род этого феодала исполняет данную службу, этот род владеет землей. Если он прекращает исполнять данную службу, земельный отдел может перейти к другому, более полезному – в данный момент феодалу. Очень долгое время, включая эпоху просвещения XVIII века при Монтескье и Мабли – это, в общем, правильное, но во многом романтическое понимание господствовало. И только потом, когда за дело взялись уже продвинутые буржуазные исследователи, прежде всего Франсуа Тьери, оно стало получать более правильное понимание. Так, Франсуа Тьери первым сформулировал три составные части правовой системы феодализма – это условное наследственное держание земли, сращивание земельной собственности с государственной властью, третья – иерархическая структура феодального общества. Об этом мы говорили в самом начале. Каждый верховный феодал наделяет феодалов на ступеньку пониже земельным наделом или доходной должностью. И так это происходит по всей пирамиде, которая идет от короля или императора вплоть до рядовых дворян рыцарей. Пожалуй, формула Тьери господствовала и так или иначе господствует в историографии до сих пор, если мы говорим о социальном явлении и о социальных отношениях внутри феодального строя, внутри феодальной общественно-экономической формации. Если же мы посмотрим на это дело несколько шире, как это начали делать буржуазные историки Гизо, Циммерман, Грановский в России, то мы увидим несколько иные черты, которые связаны уже не с чисто социальными внутригосподскими отношениями, но и с отношениями внутри общества. Так, Агюст Тьери говорил о том, что основной чертой феодализма является его эксплуататорская сущность по отношению к крестьянству. И это тоже правда. И вот ровно отсюда происходит вскрытие подлинной сущности феодализма, потому что феодализм, как ни одно социальное явление, не существует лишь в единой плоскости. Феодализм существует в двух плоскостях. А именно, это не только социальные отношения, но это ещё и способ производства, который только и может лежать под таким громадным общественным явлением, как экономическая формация. Способ производства феодализма обеспечивало, естественно, эксплуатируемое население, то есть крестьяне. И именно в них кроется секрет того, что такое феодализм в полном смысле слова. Феодализм в полном смысле слова – это самое главное. Внеэкономическая эксплуатация податного населения, крестьян, которые при этом являются лично или частично свободными и эксплуатируются за счёт и на основании прикрепления их к земле тем или иным способом. Вот это, собственно говоря, и есть феодализм. Когда мы говорим о социальных отношениях при наличии всё той же тройной формулы ГИЗО – это, напомню, феодальная иерархия, сращение земельной собственности и государственной верховной власти. И это условное владение землёй. Вот только тогда, когда мы эту тройную формулу в основном верную сращиваем со способом производства, мы получаем феодализм в узком смысле слова. То есть, это феодализм европейского типа, как некое усреднённое модельное его понимание. Но ведь, как мы знаем, производственный подход к экономическим формациям претендует на некую универсальность. То есть, если у нас имеется феодализм в Европе, то неплохо бы поискать его и в каких-то других частях земного шара. Потому что общество, как мы знаем, это одна из форм материи. Мыслящая материя, которая должна развиваться по законам свойственным этой материи. И если в одном месте феодализм есть, а в другом месте почему-то господствует совершенно иная формация, то, возможно, нужно или теорию дорабатывать, или она является не вполне универсальной. Кстати говоря, оба варианта всегда возможны. Но вот если мы посмотрим на феодализм как явление общественных отношений с той самой тройной формулой Дизо, то мы обнаружим, что это очень узколокальное явление, которое было свойственно европейскому континенту. В первую очередь, конечно, Западной Европе, в меньшей степени Европе Восточной с некоторыми оговорками, ну и Турции, конечно же, которая со времён создания Османской империи продуцировала тот самый феодализм, который был невероятно похож на европейский. А всё остальное общество Земли вроде как феодализма не имеет вообще. Потому что тройная формула Дизо, например, не работает в Китае, она не работает в Средней Азии. С оговорками работает в Японии. Но вот как только мы посмотрим на феодализм как способ производства, как базис общественно-экономической формации, нам сразу всё станет ясно. Потому что крестьяне свободные или частично свободные, посаженные на землю и эксплуатируемые внеэкономическим способом, это основа феодализма. И вот этот момент мы видим практически по всей Евразии. Наверное, если бы континент Америки смог бы развиваться самостоятельно несколько дольше, нечто похожее или очень похожее мы бы увидели и там. Но, к сожалению, европейцы, а может быть, частью европейцы прервали физические силы и естественное развитие этого континента. Точнее, этих континентов Северной и Южной Америки. Подробную ситуацию мы видим и в Китае, мы её видим и в Японии. Видим мы её и в Великой Степи, видим мы её и в Средней Азии. В Великой Степи с единственной поправкой, что земледельческий труд там ценился в куда меньшей степени, основной задачей было выпасание скота, лошадей, овец, баранов, коз, коров и так далее. Но от этого суть не меняется. Это внеэкономическое принуждение к труду. Если мы говорим о, например, Монголии, как ярчайшем представителе Великой Степи, то мы, конечно, увидим, что феодализм в полном смысле слова там сложился не до конца. Это было связано с тем, что Монголия в XII веке выплеснулась за пределы собственной Монголии. На восток в Китай и в Корею, и на запад в сторону Магаранахара, Бахчисарая, Самарканда и, в конце концов, Руси, покорив настолько гигантские территории, что они феодализм получили внутри себя в готовом виде. Фактически так. Но насчёт того, что в Китае, в Японии, да в Монголии всё той же присутствуют очень сильные особенности того самого способа феодального производства. И это может показаться достаточным основанием, чтобы говорить, что феодализма-то там вообще нет. Это большая ошибка. Потому что даже в эталонной Западной Европе, эталонной для феодальных отношений, мы увидим английский феодализм, мы увидим феодализм французский, феодализм германский, а точнее германские феодализмы, потому что Римская империя германской нации – это более 100 княжеств, раскинувшихся от Балтийского моря до моря Средиземного, в каждом из которых были, представляете, свои особенности. Мы увидим феодализм итальянский. Если сравнить итальянский феодализм и феодализм классический, французский, то возникает соблазн сказать, что в Италии-то феодализма не было вообще. Но нет, мы видим там всё то же, внеэкономическое принуждение свободных или частично свободных крестьян, прикреплённых к земле тем или иным способом. Сразу возникает вопрос о крепостном праве. То есть, когда крестьянин не имеет права уйти из земли, потому что крестьянин полностью прикреплён к земле. Ну или, по крайней мере, крайне ограничен в праве своего перехода на другой земельный надел. Ничуть не бывало, это никакое не препятствие. Я недаром несколько раз обозначил оговорку тем или иным способом, прикреплённой к земле. Потому что если феодал сдаёт свою землю в аренду крестьянину, то, прошу прощения, он остаётся феодалом. А крестьянин остаётся феодально зависимым крестьянином, потому что основа эксплуатации – это принуждение крестьянина к труду внеэкономическими способами. Да, крестьянин платит аренду, но если он не будет работать, к нему будет, вполне возможно, применена физическая сила. И в таком виде способ феодального производства местами просуществовал очень долго. Классическим примером являются Пруссия XIX века и Россия XIX века, где мы видим феодальный способ производства на селе, продержавшийся невероятно долгое время. Таким образом, товарищи, будем помнить, что феодализм – это не только социальные отношения, связанные с личной зависимостью на основе условного владения землёй или доходной должностью мелкого феодала от более крупного феодала, который формирует таким образом пирамиду феодальной иерархии, не только сращивание землевладения с государственной властью, не только условное держание земли, но ещё и способ производства на основании внеэкономического принуждения основной массы населения к труду. На сегодня ИСТФАК прощается с вами. Продолжение следует...